Библейский портал экзегет.ру представляет Тома одного повествования. Довольно печальная история. В предыдущей главе, в 17-й, мы читали о том, как уничтожено Северное Израильское царство со столицей в Самарии. Ну и в 18-й главе продолжается рассказ о том, что в это время происходит с Южным и Леудейским царством. На третий год царствования в Израиле Осии, сына Элы, в Иудее высорился Хискея сына Хаза. При воцарении ему было 25 лет, и 29 лет правил он в Иерусалиме. Имя его матери Ави, дочь Захарии. Его поступки были верны в очах Господа, его Бога, как и поступки правоцца Давида. Вот необычная ситуация, потому что до сих пор мы читали, как правило, о том, что те самые цари, которые правили, они следовали, как тут постоянно говорится, Яроваму, да, это царь Северного, царство Первый, который отделил Северный от Южного, но и, в общем, его фирменный знак — это язычество, да, поэтому с ним сравниваются все последующие цари, которые так или иначе в язычество уклонялись. А здесь сравнивается даже с Давидом, да, то есть вот этот самый Хискея — это новый Давид. Вполне вероятно, что, кстати, летописец, который записывал все эти события, был при его дворе, потому что очень он подробно и хорошо это расписывает. «Имея его матери Авида, дочь Захарь, его поступки были верны в очаг Господа, его Бога, как и поступки правца Давида. Он убрал святилище на высотах, разбил идольские камни, снес идольские столбы и порубил на куски бронзового змея, которого прежде сделал Моисей, ведь израильтяне до тех самых дней совершали перед ним воскурение, называя его Нехуштан, что похоже по звучанию на слова «медный змей», но речь идет о змее, которого Моисей сделал во время перехода израильтян через пустыню, когда змеи нападали на израильтян, и вот это изображение змея было своего рода таким лекарством. Взглянув на это изображение, они исцелялись от ядовитых укусов. Интересно, что все это время, оказывается, он был с израильтянами, ну вот в данном случае в Иерусалимском храме, но он стал самостоятельным предметом культа, да, то есть он был не просто напоминанием о том, что есть Господь, о том, что он сделал какие-то очень важные для израильтян вещи, но он стал самостоятельным культовым предметом, и в качестве такого, конечно, его никак нельзя было терпеть. А кроме того, отдельно отмечается, что вот этот самый Хискея, он уничтожил не только в Иерусалиме все остатки язычества, но и постарался сделать это по всей стране, чего никто даже из хороших царей до него не делал. То есть вот он, наконец, ужаснувшись, наверное, судьбе северного царства и вообще всего того, что происходит вокруг, и ассирийская угроза, север у нас нависает ассирийское царство, он старается каким-то образом исправить ситуацию в собственной стране вот в этом самом южном иудейском царстве. Он уповал на Господа, Бога Израилева, и не было после него подобного ему среди всех царей иудейских, как не бывало и прежде него. Неуклонно следовал он Господу, не отступал от него и соблюдал все заповеди, какие заповедовал Господь Моисею. И Господь был с ним во всех его предприятиях, и были они успешны. Хискея отделился от ассирийского царя, а не стал ему больше служить. А вот это уже очень спорное решение, да, потому что маленькая страна под боком у Большой все-таки, наверное, должна договариваться с Большой, или как, нанес поражение филистимлина вплоть до самой Газа с ее окрестностями, захватив острожевые посты и укрепленные города. То есть он такой очень уверенный в своих силах царь, но при этом он уверен не столько в том, что он такой могучий, сколько в Божьей помощи. На четвертый год царствования Хискея, это был седьмой год царствования в Израиле Осия и сына Илы, а сирийский царь Салмонасар подошел к Самаре и осадил город. Но это мы уже читали в предыдущей главе. Город был взят на третий год осада, то есть на шестой год правления Хискея и девятый год царствования в Израиле Осии. Сабаре пало, а сирийский царь изгнал израильцан в Осирию, поселил их в Холхале, что на Хаворе, в Ерике, в Газане, а также в Медийских городах, потому что не слушали они глаза Господа, своего Бога, приступили завет с ним все, что заповедовал Моисей, слуга Господня не слушали и не исполняли. Ну вот, краткое подведение итогов тому, что было подробно описано в предшествующей главе. Я напомню, что выселение племен и народов в другие места широко практиковалось осирийцами, которые таким образом хотели предотвратить возможности восстаний, подорвать какую-то независимость, самостоятельность народа. Но и понятно, что осирийцы вряд ли ограничатся одним только северным царством. На 14-й год царствами Хискии осирийский царь Сен-Ахирип вторгся в Иудею и захватил все укрепленные города. Хискии, царь Иудейский, отправил к царю Исирийскому в Лохиш такое послание. Лохиш уже и иудейский город, но захвачен, очевидно, осирийцами, и у них там, видимо, ставка их войска. Такое послание. Я виновен, отступи от меня, я заплачу, сколько назначишь мне. И царь Исирийский назначил Хискии царю иудейскому выплатить 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Талант это примерно 30 с небольшим килограммов, да, то есть у нас получается огромная на самом деле сумма, около тонны золота и, соответственно, 10 тонн серебра. Хискии отдал все серебро, какое только нашлось в храме Господнем и в сокровищнице царского дворца. Когда Хискии даже снял облицовку с ворот Господнего храма, включая косяки, она была сделана самим Хискии иудейским царем и отдала царю Исирийскому. Вот его опрометчивый шаг, его уверенность в том, что верность заветам Господним дает ему возможность побеждать всех врагов и всегда стоит в результате украшений храму, который Хиския сам приводит в порядок. Вот когда у человека появляется ощущение, что ему можно все, потому что он праведник, вот тогда, как правило, ему становится нельзя уже ничего из того, что он вполне мог делать раньше. Царь Исирийский послал из Лохиши в Иерусалим к царю Хискии и своего полководца, главного евнуха и главного советника с огромным войском. То есть, по-видимому, выплаты все равно были недостаточны. И Исирийский царь продолжает свое нападение. Они выступили, подошли к Иерусалиму, расположились у водопровода, что вел к Верхнему пруду по дороге к полю белельщиков. Тут такие подробности, которых мы сегодня уже окончательно представить себе не можем. Мы не были в Иерусалиме того времени, но неважно. В общем, он перекрывает доступ к воде, он совсем рядом с городом. Они звали царя, но к ним вышел Олегием, сын Хилки, который был смотрителем царского дворца, главный писец Шевна и летописец Юахса Насафа. Ну, то есть, те, кто заведовали всякими письменными разными текстами, да, те, кто писали и перепиской занимались, и писали летописи, вот они должны вступить в переговоры, как люди наиболее грамотные. Царь, очевидно, боится, боится, наверное, вступать в прямые переговоры с ассирийцами, потому что, ну, это будет слишком трудным для него разговором, а может быть, он еще хочет каким-то образом подчеркнуть, что вот он не наравне с подчиненными ассирийского царя, с подчиненными ассирийского царя будут говорить его подчиненные, да, он сам рангом выше. Главный советник, а может быть, это на самом деле имя собственное, Рав Шаке, и этот потом советник упоминается там много раз, ну, неважно, в общем, это ассирийский вельможа, который ведет переговоры от имени Ассирии. Сказал им, передайте Хиски, что говорит ему великий царь, царь ассирийский. На что же это ты надеешься? На войне недостаточно болтать языком, тут нужны и разум, и сила. На кого это ты понадеялся, когда восстал против меня? Ты, кажется, оперся на надломленную трость, то есть на Египет? Кто на нее обопрется, там он и сам пропорет ладонь, так бывает с теми, кто рассчитывает на фараона египетского царя, ну, то есть представим себе тростинку какую-то, ну, достаточно толстую, плотную, которая надломлена, если она сломается, и края будут очень острыми, у человека хватается, за эту тростинку она переламывается, и острые края прямо на ладонь ему приходятся. Вот Египет таков, действительно, когда с севера кто-то нападает, сейчас Ассирия, позднее это будет Вавилон, Египет кажется, ну, некоторым выходом, некоторой альтернативой, тоже сильное царство, которое, в принципе, способно тягаться с этими могучими империями, иудеи сама по себе не способны, это маленькое государство, зажатое вот между Египтом с юга и этими большими империями, в данный момент Ассирии с севера. Ну, и если с севера все плохо, может быть, на юг можно посмотреть. Или скажешь мне, мол, мы надеемся на Господа, нашего Бога, уж не на того ли, чьи святилища и жертвенники уничтожил Хиския, потребовав от Иудеи Иерусалима поклоняться только перед этим жертвенникам в Иерусалиме. То есть ревность Хиския вот об этом единстве культа воспринимается посторонними как оскорблением, он уничтожает эти жертвенники, он оскорбляет своего Бога. Есть такое представление, что чем больше будет культовых сооружений, богослужений, вообще вот, чем гуще расставить эти маркеры, тем более угодны Богу мы будем. И люди очень часто начинают всю свою жизнь окружать какими-то вот там священными предметами, изображениями, определенными действиями. Но Богу нет нужно, ему нужно скорее некое внутреннее единство человека, и на уровне поклонения в Иерусалиме это как раз отображается, да, то, что Иерусалим как единое место поклонения вот соответствует этому единству культа, единству веры, а не наоборот размазыванию ее по максимально широкому пространству. Но ассирийский полководец этого не понимает, конечно. Лучше договорись с моим господином ассирийским царем. Я, к примеру, мог бы дать себе две тысячи коней, только найдешь ли ты на них всадников? И как же ты собираешься обратить бегство хоть с одного из его наместников, самого незначительного в его окружении? На Египет надеешься, на его конницу и колесницу? Ведь и я не без воли Господней пришел разорять эту страну. Так и сказал мне Господь, ступай, разори эту страну. Понятно, что для человека, который верит в Господа, это должно прозвучать убедительно, и царедворец берется за первый попавшийся аргумент, и это Господь надоумил меня разорить вашу страну. На самом деле он говорит, может быть, гораздо больше, чем хочет сказать. Для него это некий мандат на собственное какое угодно поведение. А для Бога он сам, в свою очередь, лишь инструмент для того, чтобы каким-то образом напомнить о чем-то израильтянам. Тогда Аль-Якем, Санхиски, Шевна и Юаха отвечали главному советнику. Пожалуйста, говори с нами своими слугами по-арамейски, мы тебя поймем, только не говори по-еврейски перед всеми этими людьми, что собрались на городскую стене. Мы представляем себе городскую стену, они, естественно, люди смотрят с большим интересом, как проходят переговоры, и эти люди хорошо понимают по-арамейски. Арамейский – это общий язык Древнего Ближнего Востока в то время. Ну, а по-иудейски, в принципе, похожие языки, но они достаточно разные. А по-иудейски говорит этот посланник ассирийского царя. Зачем? Зачем? Может быть, через переводчика даже им приходится. А вот сейчас он нам объяснит. Но главный советник отвечал им, «Разве мой господин послал мне передать все эти слова только твоему господину и тебе? Да нет, всему народу, который сейчас находится на стене, и которому вместе с вами предстоит есть собственный кало, пить собственную мочу». Написывает «Ужас и осада», когда совершенно нечего есть и пить, и он говорит, «Да что, я только с вами буду говорить? Вот люди на стене стоят, а это они будут от голода умирать скоро». Тонкий ход. Это, по сути, ведь просто пропаганда, прямая пропаганда среди населения Иерусалима. Тогда главный советник поднялся и возгласил в полный голос по-иудейски. Вот уже для всех жителей. «Слушайте слова великого царя, царя ассирийского. Вот что говорит вам царь, пусть не обманывает вас Хискея, ведь он не сможет вас спасти от его руки. И на Господа пусть не внушает вам Хискея напрасной надежды. Мол, обязательно спасет нас Господь. Ни за что не попадет этот город в руки ассирийского царя. Не слушайте Хискею. Вот что говорит вам ассирийский царь. «Покоритесь мне, сдайтесь мне, будете каждый есть плоды собственной виноградной лозы и смоковницы, пейте собственного водоема». Ну, то есть все будет хорошо, в порядке, будут у вас сады, будут у вас источники. «А потом я приду за вами и отведу вас в такую же страну, как ваша, обильную зерном и вином, пшеницей, виноградом, маслинами и медами, и будете жить там. Вы не умрете». Вот он уже сразу обещает переселение, но говорит, «А чего страшного? Ну, отправитесь в другую землю, такую же, точную, все там будет у вас хорошо». «Так не слушайте же Хискею, он обольщает вас, мол, Господь нас спасет. Что, боги разных народов сберегли, они каждая свою страну от руки ассирийского царя? Где теперь боги Хамата и Арпада? Где боги Сефарваема, Хена и Иввы? Может, Самарию они от меня уберегли? И какой же из этих богов разных стран спас свою страну от моей руки? Так что же, Господь сбережет Иерусалим? Для этого ассирийского полководца Господь всего лишь одно из племенных божеств. Много их было, все эти племена мы покорили, их боги им ничуть не помогли. Ну, вот и Господь точно такой же божок маленького народа. Сейчас мы его быстренько завоюем, и все будет хорошо. Смотрите, он говорит о боге, о господи очень по-разному. Вот когда он разговаривает с верхушкой, он говорит, это Господь меня послал с вами сражаться. Когда он говорит с простонародьем, ой, да этот ваш Господь, просто еще одно божество мелкое, смотреть на него нечего. То есть он подстраивается под разное настроение. На самом деле ему Господь неинтересен, он выступает от имени великой державы, это вот такой имперец, завоеватель, которому очень важно покорить Иерусалим, и он уверен, что он это сделает. И вот это уже оскорбление богу, а не просто какое-то очередное политическое, военное событие, каких было много. Но все молчали, не отвечали ему ни слова, потому что царь приказал им ничего не говорить. Но лишний раз злить ассирийцев, когда у них войска, не нужно, а признаваться им в любви и спешить им открыть ворота, тоже, наверное, Хиский совершенно не собирался. То есть вызов брошен Господу, и как он на него ответит, вот это самое интересное, и об этом следующая, девятнадцатая глава.